Моя бабушка, бабушку зовут Лиза. Она уже не работает, она уже старенькая. Оценки не ставят, школьную форму носить не заставляют. Это, конечно, не уроки, а продленка. Вплоть до прихода родителей с работы первоклассники 25-й гимназии находятся под чутким присмотром классного руководителя. Она поможет с домашним заданием, покормит и на прогулку сводит. Семилетнюю Веру такой расклад вполне устраивает. Мне нравятся уроки и игра с друзьями. Мне скучно дома, когда никого нет. И еще меня постоянно закрывают, а я не могу открыть дверь, если я захочу погулять. Единый класс полного дня в 25-й гимназии набрали впервые. Записали туда своих детей и родители заблаговременно. Кроме того, с 1 октября в гимназии заработает группа продленного дня. Уже не только для первоклассников, но и для учеников 2-х и 3-х классов. На сегодняшний день у нас организуется школа ступеней. То есть начальная школа у нас обучается отдельно в корпусе, что позволяет нам создавать вот такие классы. Создавать условия для того, чтобы дети находились полный день с 8 до 5 часов в стенах образовательного учреждения. Пусть не такое раздолье, но база для продленки сегодня есть в 14-ти благовещенских школах. Остальным не позволяет перегруженность. Из-за нехватки кабинетов учебные заведения и так вынуждены переводить во вторую смену почти 40% учеников. Так что о формировании продленного дня там речи не идет. Выходы из ситуации педагоги и специалисты администрации накануне искали за круглым столом. Высказывались разные предложения. На арендуемых площадях, в том числе на безвозмездной основе, на учреждениях дополнительного образования детей, которые расположены рядом с общеобразовательными организациями, организовать такие услуги. Найти, впрочем, предстоит не только свободные площади, но и возможность компенсировать часть родительской платы. Сейчас пребывание ребенка в продленке стоит в среднем 1200 рублей в месяц. В эту сумму входят питание и дополнительные занятия. Собравшись, предложили рассмотреть возможность сократить эту сумму хотя бы для многодетных и малоимущих. Тем более, что подобный опыт уже есть в Белогорском, Ивановском и Михайловском районах.